На дворе 21 век. Век новых технологий и технического прогресса, который коснулся, разумеется, и сферы быта. Классические электрические плиты постепенно вытесняются стеклокерамическими, спрос на которые уверенно растет. В последнее время о стеклокерамике ходят мифы и легенды почище, чем про Геркулеса и Прометея. Еще каких-то пару десятилетий назад невозможно было представить, что на одной части включенной комфорки плиты может находиться сырое яйцо, а на другой поджариваться яичница. Демонстрация подобных трюков была по силу только иллюзионистам. Появление стеклокерамических электрических плит с индукционным принципом нагрева сделало невероятно очевидным. Итак, как электромагнитная индукция может быть использована в электрических плитах. В электрических плитах со стеклокерамическим покрытием и обычной комфоркой тепло проходит следующий путь. Вначале раскаляется нагревательный элемент комфорки, затем зона нагрева стеклокерамического покрытия плиты, а уже от поверхности стекла нагревается дно посуды. Индукционная технология нагрева отличается тем, что тепло возникает в самом дне посуды. Откуда оно там берется? Под стеклянным покрытием плиты находится медная катушка, по которой протекает высокочастотный электрический ток. По законам, открытым Фарадеем еще в 1831 году, магнитное поле этого тока, пронизывая дно посуды, наводит в нем электрические токи. Дно кастрюли представляет собой не длинную проволоку, а диск, поэтому токи в нем ходят по кругу, а не текут по струнке. Эти крутящиеся в дне кастрюли вихревые электрические токи и разогревают дно, а с ними и всю пищу. Никакой передачи тепла через стеклокерамику при этом не происходит. Если по окончании готовки стекло и остается теплым, то только потому, что оно нагрелось одна кастрюля, а не наоборот. Прямой нагрев позволяет экономить и время, и электроэнергию, а пролитая на теплую комфорку жидкость не пригорает. Давайте проделаем с вами интересный опыт. Положим между стеклом и сковородой купюру достоинством 100 леев. И таким способом приготовим яичницу. Есть только одно условие, которое должно в буквальном смысле слова железно соблюдаться. Для того, чтобы индукционная комфорка работала, дно посуды должно быть выполнено из материала с четко выраженными ферромагнитными свойствами. Проверку материалов на наличие таких свойств производил в детстве любой из нас, когда получал в руки магнит. К одним предметам он не прилипал, к другим прилипал очень охотно. Это и были ферромагнитные материалы. Как видим, яичница готова. Ну а купюра? Купюра осталась цела. Какая же посуда годится для индукционной плиты? Естественно, только та дно, которое обладает ферромагнитными свойствами. Например, посуда из нержавеющей стали с ферромагнитным дном, алюминиевая посуда с ферромагнитным дном, чугунная посуда. А вот посуда из меди, алюминия, жаростойкого стекла и прочих немагнитных материалов для такой плиты бесполезна. Как устроены и как работают такие плиты мы уже знаем. А теперь познакомимся с одной из представительницей этих поистине чудотворных плит. Итак, знакомьтесь. Варочная поверхность Ханса. Независимое управление. Стеклокромическая поверхность. Четыре индукционные конфорки. Две диаметром 14,5 см, одна 18 см и одна 21 см. Размер плиты 60 см. Дизайн можно охарактеризовать как современная классика. Управление у панели сенсорное. Имеется встроенный таймер, цифровая индикация степени нагрева, световой индикатор работы конфорок, автоматическое регулирование степени нагрева, четырехсегментный индикатор остаточного тепла и блокировка поверхности от детей. Индукционная плита Ханса умеет то, что и вовсе не по силу обычным плитам. Например, на короткое время, обычно до 10 минут перекидывать мощность одной конфорки на соседнюю. Функция эта называется бустер-экспресс-нагрев. Для того, чтобы конфорки могли делиться друг с другом мощностью и группируют попарно. Кстати, поэтому не бывает трех или пяти конфорочных индукционных варочных панелей. В каждой паре имеется лидер, так называемая основная конфорка и подчиненный, зависимая конфорка. На двоих им выделяется, скажем, 3600 ватт мощности. В номинальном режиме основная конфорка потребляет 3000 ватт. Но если хозяйка включит функцию бустер, то конфорка отберет на время еще 600 ватт у зависимой конфорки и выдаст все 3600 ватт общей мощности. На данной модели такой парой являются верхняя левая и верхняя правая конфорки. Какие же плюсы имеет данная варочная поверхность Ханса? Это безопасность пользования по сравнению с газовой панелью, так как отсутствует открытый огонь и исключена возможность вашего отравления в случае утечки газа. Не расходуется кислород из помещения кухни, как при использовании газовых горелок. За стеклокерамической поверхностью проще ухаживать, поскольку она не имеет решеток, да и сама поверхность у нее идеально гладкая. И, наконец, экономия времени и электроэнергии. КПД нагрева у индукционной варочной панели Ханса выше, чем у газовых и электрических плит с другим принципом нагрева. Например, 2 литра воды на обычной стеклокерамической плите вы сможете довести до кипения за 9 минут, на газовой за 8 минут, а на индукционной всего за 6 минут. При этом, КПД нагрева на газу будет составлять 60%, на обычной стеклокерамике 50%, а на индукционной плите 90%. Встраиваемая техника с каждым годом становится все популярнее. А что отличает кухню со встроенной бытовой техникой Ханса? Прежде всего, это отличный внешний вид. Все детали находятся в таком положении и соотношении друг с другом, что ни одно движение, ни одно действие человека в таком пространстве не может быть лишним, неловким или затруднительным. Обдумыванию дизайна кухни стоит уделить некоторое время, в частности, выбору встраиваемой техники.